Мера наказания, принятая в прошлом году, была в какой-то степени вынужденной. К сожалению, число водителей, желающих полихачить, предварительно выпив горячительных напитков, не уменьшалось. А по статистике, именно такие горе-шоферы являлись и являются главными виновниками ДТП. Год прошел, и он привнес в жизнь свои изменения. Прокуратура Брестской области проанализировала статистику и подвела итоги. Судами Брестской области с того дня, с момента вступления в законную силу соответствующих изменений и за первое полугодие текущего года, всего рассмотрено 284 уголовных дела. Это уголовное дело по статье 317-1 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Большую часть осужденных составили мужчины, это 280 лиц. Осуждены также 4 женщины и 1 несовершеннолетний. В качестве меры наказания за совершение инкриминируемого преступления в отношении 26 лиц избрано лишение свободы, 80 лиц осуждены к ограничению свободы, 53 назначено наказание в виде ареста, 83 лица осуждены к исправительным работам. Несмотря на то, что попадающихся повторников стало немного меньше, печальная статистика все же не радует. К сожалению, для некоторых любителей зеленого змея, ни показательные суды, ни профилактические акции, ни большие штрафы и конфискации дорогого сердцу авто не являются мотивацией для того, чтобы просто не садиться за руль, если принял на грудь. Печален и тот факт, что в последние годы все больше за рулем пьяных женщин. Самое страшное, что увеличилось количество нетрезвых женщин за рулем. Буквально на прошлой неделе в городе Коблине сотрудниками спецподразделения БУК была задержана женщина 78-го года рождения, которая находилась за рулем в состоянии алкогольного опьянения. В ходе проверки было установлено, что буквально, скажем так, совсем недавно она была задержана опять же за рулем в состоянии алкогольного опьянения. На сегодняшний момент у нее показалось более двух промиллей. То есть это достаточно высокий уровень содержания алкоголя в парах вдыхаемого воздуха. Пьяному и море по колено, говорит народная мудрость. Трудно с ней не согласиться в данном случае. Только перефразировать можно. Под шофе-водителю всегда горит зеленый свет. А потому и в статистических данных не наблюдается значительных изменений. Пьяных за рулем пока достаточно. А потому гибнут люди, страдают семьи. И пока не изменится менталитет, никакой закон не остановит одурманенного алкоголем человека. Важно, чтобы каждый водитель понимал, какую угрозу он представляет, находясь под воздействием горячительных напитков. Не только для себя, но и для других участников движения.